Я так вижу, с самого праха Господь сегодня настроил вас на серьезное духовное размышление. И я продолжу также читать об этом и размышлять о духовных вопросах. О самом важном для верующего человека, христианина. Вот когда в первом проповеднике говорил о том случае, когда Христос говорил, обращался к ученикам, говорил им о духовной пище, они еще не до конца понимают, о чем речь идет. Когда к Никодиму Христос обращался и беседовал с ним, тот тоже, даже будучи учителем Израиля, он не до конца понимал всех духовных вопросов и глубины богатства, духовного богатства верующего человека. И уже после Пятидесятницы, после обетования Божьего, когда Дух Святой излился на учеников и апостолов, многие духовные вопросы открылись в полной мере. И духовные люди сегодня, христиане, рожденные от Духа Святого, они понимают очень многие уже Божьи тайны. Скажем, человека неверующего, если с ним общаться и говорить на эти темы, он тоже будет затрудняться. Потому часто неверующие говорят, ну я читаю Евангелие, я там мало что понимаю. А для человека, имеющего Духа Божьего, чтение Евангелия, послания апостольских, оно понятно, оно благословено, и это тоже является духовной пищей. И сегодня мы продолжим размышления о духовных вопросах и размышления об одной из духовных доктрин. Это тема прошедшего праздника, праздника Троицы, Сошествия Духа Святого. Я прочитаю его отрывок из Писания, из послания к Галатам, 3 глава, 1 стиха, Галатам 3. И, о, несмысленные Галаты, кто прельстил вас, не покоряться истинно, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Я только хочу знать от вас, через дела ли законы вы получили Духа, или через наставление в вере. Так ли вы, несмысленные, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью, с той многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере. Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суд сыны Авраама. И Писание проведя, что Бога и вера оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не поверит. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано, проклят вся, хрисящая на дрели. Дабы благословение Авраама через креста Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Одно из непростых мест Священного Писания. Но когда Павел писал Галатам, они понимали, о чем идет речь. Павел обращаясь к Галатам, напоминает им о том, что они отошли от серьезного благословения, от излияния Божьей благодати. Было время, когда они приняли и веровали в Христа, и получили Духа Святого, они радовались этому обетованию, этой благодати. Господь совершал между ними чудеса, знамения. Им не через дела закона, а исключительно по вере, по вере в Господа Иисуса Христа, они получили такие огромные обетования. И вдруг нашлись люди, не вся церковь, но некоторые люди, которые начали говорить, что возвращать их обратно в то прежнее состояние. Было много иудеев обращенных, и они начали говорить, что надо, чтобы угодить Богу, чтобы служить Господу, надо все-таки брать что-то из закона. И вот они обратились назад и начали подтягивать сюда всякие условия закона. И Павел пытается обратить их назад, вот в то благословенное русло, на разловеднее русло жизни и служения Господу, в Духе, о чем мы уже слышали. Нет ничего более благословенного, чем быть в этой среде, быть в Церкви Христовой, быть наполненным Духом Божиим, размышлять о духовных вопросах, жить жизнью Духа, это великое счастье. И вот люди, которые нашлись и попытались возвратить их в старое русло, лишить их этого, этой детской простоты, этой детской веры, детской радости и великим Божьим благословением, и Павел настолько был убежден в правильности проповеди Евангелия и вот этого пути, что он говорит, что даже если бы ангел с неба в первой главе, или даже мы, опять пришли к вам и начали проповедовать что-то другое, то будет анагема. Другого пути для новозаветных верующих нету. Путь веры, как и Авраам, некогда поверил, потому по этой причине верующие называются детьми Авраама. И вот о чем же он говорит? Куда же он желает возвратить церковь в Галатах, галатийских верующих? Здесь, в этом прочитанном тексте, он трижды упоминает о духе. Три фразы, которые он упоминает. Во втором стихе он говорит, вы получили духа. В пятом стихе он говорит, подающий вам духа. И в четырнадцатом стихе сказано, чтобы нам получить обещанного духа верою. Естественно, речь идет о духе святом, о духе божьем, о духе святом. Об этом обетовании, которое от отца, еще в Ветхом Завете, пророк Иеремия, предвозвращал, что наступит это время, когда не только Господь будет с народом своим, будет вести их, будет считать их своим избранием, осуществлять свои планы через него, но он говорит, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И вот это обетование, которое было еще через пророков сказано, оно осуществилось в церкви, во времена церкви. Госпозаветные верующие этого не переживали. Они только знали, что это обетование будет, они не понимали досконально, что это такое. Даже один из великих учителей, тоже Никодим, он не знал, он не понимал, он этого сам не пережил. А вот мы, будучи новозаредними верующими, это пережить, это божесловение. Я коротко остановлюсь на двух фразах, последних, и более тщательно на первой фразе из этого действия, что когда садится Духа Святого. И вот в пятом стихе написана вторая фраза, подающий вам Духа, подающий вам Духа. Речь идет о Духе Святом, мы сказали, и речь идет о том, что кто-то подает и кто-то получает. Подающий вам, это значит мы, верующие люди, церковь, а подающий Бог Отец. И это подтверждается многими местами Писания, в частности, вот мы читаем Иоанна 14, 26, Иисус говорит, говорит такие слова, а Духе Святом, украинскую мову я бы написал, Бог не створенный, пришел от Отца через Сина, утешитель же Дух Святый, что его отец пошли в имя Моя. Первая фраза взята из верующей нашего Иоаннского Батистского братства. На протяжении истории было много споров, каким же образом сформулировать доктрину о Боге, и в частности, о Сыне и о Духе Святом. И не столько сложным оказалась доктрина о Сыне, сколько о Духе Святом. Как ее сформулировать правильно? На всех соборах, которые проходили церкви с самого начала, на всех собраниях, начиная от апостолов, и продолжительное время вопрос этот стоял, и очень много было разногласий. Но, в конце концов, он был сформулирован и в нашем верующении, и в ангельском, он написан достаточно просто и понятно. Дух Святый, цитой, ци Бог, не створенный, пришел в Вет Отца через Сына. И вот это место Писания, о котором Христос говорил, подтверждает это. «Утешит это же Дух Святой, еще Его Отец, пошла и вынья Мо-е». Дух Святой пришел от Отца через Сына. И вот это место подающего Духа говорит о том, что все исходит от Отца через Сына. И здесь доктрина отводится о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Духе Святом. И правильное его понимание. Вторая фраза в 14 стихе написана, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Опять же, мы возвращаемся к тому, что вот это обинование, о котором пророки говорили, о котором Христос говорил, что я пойду умолю Отца, и Он подаст Тому Тешителям Духа Святого, оно происходит исключительно по вере. Вообще, в жизни верующего человека все происходит по вере. и мы получаем спасение, прощение грехов и получаем это обинование Духа Святого исключительно по вере. А теперь более подробно хотелось восстановиться на первой фразе. Вы получили Духа. Второй стиль. Очень важно для верующего человека знать суть этих слов, а еще лучше пережить их в своей жизни. Потому что практически все верующие на земле, а верующих очень много, неверующих немного людей, вообще неверующих. И христиан очень много, но получивших Духа, переживших рождение свыше, настоящих евангельских верующих среди мирового христианства не так много. И Христос вот это немногое называет малым стадом. По сравнению с тем большим числом якобы исповедующих имя Христа. Мы надеемся, что евангельская церковь это те люди, которые именно относятся к этому малому стаду. Получившим это обетование вы получили Духа. Второй стиль. Павел задает здесь в форме вопроса. вопроса риторического, на который очевиден ответ. Вы получили Духа через дела закона или через наставление в вере. То есть сама фраза вы получили Духа как утверждение. Это не вопрос получили вы Духа или не получили. То есть это однозначно. Если вы уже во Христе, если вы уверовали, то это снимается вопрос. Вы получили Духа, это Божье обетование, это не усилие человека. Нам не надо прилагать усилие, чтобы родиться свыше. Как и ребенок усилие для того, чтобы родиться не прилагает. Это хорошая иллюстрация. Но здесь как утверждение. Вы Духа получили. Но вопрос, чтобы мы понимали, каким образом мы получили Духа. Через наставление в вере, то есть евангельским путем, путем Божьим, который он определил для новозаветников верующих. Или же мы пытаемся трактовать, что мы получили еще каким-то образом и предложили усилия. То ли дела закона, то ли еще какие-то наши, наша праведность какая-то. Вот этот вопрос Павел хочет объяснить церкви, чтобы как получили Духа, вы так и живете. Вы верою получили, верою и хотите, верою и живете. Итак, ответ очевиден через наставление в вере, через веру. Но еще дальше размышляя, хотелось бы уточнить, что же значат эти слова. Вы получили Духа. Вроде бы очень простые слова. если мы что-то получили, то мы убеждены, у нас это есть или у нас его нет. Так и здесь. Верующий человек, он должен быть убежден, что он получил Дух, он имеет или он не имеет. Что же значит слова, вот эти простые слова, вы получили Духа. Можно было бы много говорить, я определяюсь на трех определяющих моментах это как лакмусовая бумажка, чтобы мы могли определять для себя и для окружающих людей. Вы получили Духа. Прежде всего, первое, что хотелось бы сказать, это значит, мы запечатлены Духом Святым, как верующие люди, обратившиеся к Господу. Мы читаем об этом первое, Ефесянам первая глава 13 стим. Ефесянам 1.13 «В нем и вы услышат слово истины, благовествовав вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дальше в 14 стихе написано, который есть залог наследия нашего. Итак, очень просто, вы услышат Евангелие где-то, как-то, от кого-то, в какой-то ситуации и уверовав вот эта роль, которую и на миссии человека. Запечатлены обетованным Святым Духом, а уже запечатывает нас, исполняет обетование в нас Отец Господний через Сына Своего Иисуса Христа. Запечатлены в Ефесянам 4 главе об этом же говорится. «Не оскорбляйте Духа Святого Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Греческое слово, которое здесь употребляется, запечатлены, это значит прилагать печать, отмечать печатью. В послании Коринфяна, в первом послании, или во втором послании, простите, первая глава, 22 стих, который, то есть Бог, запечатлел нас и дал залог Духа сердца ваши. Итак, через веру Иисуса Христа от Бога Отца мы запечатлеваемся Духом Святым. И надо сказать, что это есть признак спасения. Печать Духа Святого является условием спасения. Господь запечатывает, запечатлевает своих людей Духом Святым. И сам вот этот Дух Святой, как печать, является залогом нашего спасения. Рассказывает один брак, долгое время проведший в тюрьмах, во времена еще Сталинского режима гонений, когда многих верующих бросали в тюрьмы, и было много разных направлений, исповеданий, и вот он говорит, что в общей камере всегда, когда новые люди приходили, я, говорит, наблюдал, на ком есть печать Божья. И практически никогда не ошибался. Как он узнавал? Как мы можем узнавать? Ее не видно этой печати, но все равно, если присмотреться внимательно духовными глазами, скажем так, то эту печать можно заметить и определить, есть она на человеке или нету. Итак, Господь своих запечатлевает, надо сказать, что и дьявол своих запечатлевает. В Откровении в 9 главе мы в 4 стихе читаем о печатях Божьих на челах своих детей, а в 13 главе Откровения в 16 стихе мы читаем о печатях дьявола. Там на будущем времени сказано, когда он будет запечатывать своих. Но надо сказать, что на основании Писания мы можем сказать, что нету людей свободных от этих печатей. Человека свободного нету. Он или раб Господа и запечатлен печатью Божьей к спасению вечному, или он раб Лукавого и запечатлен его печатью. Так вот, те люди, которые печатью Божьей запечатлены, в Откровении 9 глава написано, что они будут избавлены от всяких будущих, грядущих грядущих бедствий. Это залог не только спасения вечного, но Господь также в будущем, посылая на землю вот эти скорби и наказания для язычников, а также и для евреев, которые не уверовали, вот эти грядущие события, это очень важно быть запечатленным печатью Божьей, чтобы избежать всех будущих бедствий, грядущих на вселенную. Это первое, о чем мы можем размышлять, что значит вы получили Духа. Второе, о чем также мы находим в Писании, получили Духа, это значит Господь Духом Святым, очень просто, поселяется сердце человека. Откуда мы читаем, где мы находим, Иоанна 14 глава 23 стих, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Заметьте, Христос здесь говорит во множественном числе о себе, мы, то есть речь идет об Отце, Сыне и Святом Духе, о Святой Божественной Троице, что через веру в Иисуса Христа, сердце человека становится храмом, обидели Божьим, обидели Духа Святого. В посланиях неоднократно, например, Ефесянам 3,16 написано, что да, даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом его во внутреннем человеке. Дальше, ниже, в 17 стихе написано, что это происходит исключительно через веру, веру, веру и усилиться Христу сердца ваши. И так Господь поселяется в сердце человека. Второй Каритм, 6,16, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Как мы уже услышали, Павел берет пророчество Ветхого Завета и применяет его на Новозаветним верующим и говорит, вот что это значит. Вот о чем говорил пророк. Господь Духом Святым поселяет в сердце человека и он говорит там, теперь вы храм Божий, теперь вы должны понимать, вы кому принадлежите, кому принадлежит ваш дух, ваша душа и ваше тело. Вы уже не можете быть рабами греху, потому что вы стали храмом Божиим, вы стали рабами Божиими. И третье, что может обозначать мы получили Духа, можно было бы продолжать еще некоторые моменты, но мы остановимся на этих самых таких фундаментальных, это также значит, что мы духовно рождены от Духа Святого. Другими словами, вот этот термин рождение свыше. Мы получили через веру Иисуса Христа рождение свыше. О чем Никодим не мог понять, о чем ученики тогда не могли понять, что же это такое, о каких духовных вопросах Христос говорит рожденным свыше. Рождение свыше это богословская доктрина, библейская доктрина, она в Писании является фундаментальной. И для нас, евангельских верующих, это очевидно, это просто воспринимается верою, и мы убеждены, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет рождение свыше. Места Писания многочисленные, одну из них, 1 Иоанна 5,1, всякий верующий, всякий верующий, обратите внимание, что Иисус есть Христос от Бога рожден. Когда мы говорим всякий верующий, мы подразумеваем, что не просто человек сказал, я верующий, я верю. Ну да, не об этом речь идет. Мы прекрасно понимаем, что значит уверовать. Это не просто сказать, я верю, это еще должен поменяться весь образ наших мыслей и образ нашей жизни. Это действительно в отношении тех людей, кто по-настоящему веровали. Однажды к нам в церковь пришли две молодые особи, две молодые женщины, после собрания подходят к кафедре и говорят, мы хотим покаяться. Ну и обычно мы приглашаем людей к покаянию, но поскольку собрание уже закончилось, я говорю, ну останьтесь, мы побеседуем, потом если что вместе помолимся и когда мы начали беседовать с вами и разъяснять, что такое покаяние, что это не просто исповедание, исповедь, как люди привыкли, исповедаться, облегчить душу на этот момент и потом дальше идти и делать то же самое. И когда мы объяснили, что покаяться, это значит уверовать в Иисуса Христа, это значит прийти к Нему, обратиться к Нему и стать Его учеником, и когда мы сказали, какие права и обязанности у верующего человека, то они задумались и сказали, ну мы подумаем тогда, пока мы не будем спешить. Они ушли из собрания, больше я их не видел. То есть это не просто сказать, я хочу покаяться, или я хочу веровать, или я верую. Мы понимаем уже, что значит, если речь идет о верующем человеке, то это значит, в нем произошли необратимые процессы, духовные процессы. И вот тогда, когда это происходит, когда поселяется слово в сердце, когда человек отклик свой имеет на это слово, слышит, принимает веру, Господь посылает Духа Святого. Через принятие Духа Святого происходит рождение свыше, духовное преобразование. Никаким прибором это не извиняется. Но человек, который пережил это духовное рождение, запечатлен Божьей печалью. И он уже принадлежит не этому миру, а принадлежит небесному граду. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Итак, каким образом происходит это рождение, мы уже сказали, впоследствии действия Духа Святого. Когда происходит, опять мы уже прочитали, в момент уверования. Напоминаю, первый декст, который мы читали вначале, Ефесянам 1, в нем вы услышали слово истинное благорестное и спасение, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Итак, в момент уверования. А что такое момент уверования, мы тоже уже уточнили. Мы в этом наставлены, но мы должны благовесно другим людям тоже об этом говорить. Момент уверования это не просто декларации, не просто слова сказать «я верую», но подчинить этим словам всю свою жизнь. Скажем, в деяниях апостола мы неоднократно слышим эту фразу «и уверовал», скажем, Корнилий с домом своим, и уверовал проконцов Сергий, уверовал. И вот когда Петр проповедовал и призывал людей, что значило уверовать. Деяние 2, 38, в одном случае он говорит «покайтесь и докреститься каждые два своими Христа для прощения грехов». То есть он говорит о покаянии и о водном крещении. В 3 главе в 19 стихе он говорит во время следующей проповеди «покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи». Да придут отрады времена отрады от лица Господа и пошлет он предназначенным вам Иисуса Христа. Здесь он говорит о покаянии и обращении. И мы прекрасно знаем, часто проповедник управляет вот это греческое слово, которое не совсем удачно переведено на русский язык. Покаяние. В оригинальном тексте оно означает не просто исповедание, словесное, но это значит обращение, это значит перемена образа мыслей и перемена образа жизни. Итак, вот эти духовные моменты происходят с верующими людьми. Еще бы, когда бы мы размышляли дальше о действиях Духа Святого в жизни верующего человека, мы бы о многом говорили, это уже темы отдельных проповедей, потому что в момент верования, помимо того, о чем вы уже сказали, человек запечатлевается Духом Святым, человек рождается свыше от Духа Святого, человек Бог поселяется в сердце его Духом своим, еще можно говорить о таких моментах, как прощение грехов происходит, происходит искупление, происходит усыновление, происходит оправдание, все освящение начинается с этого момента, нам подсказывает. Есть моменты, когда мы говорим о крещении Духом Святым, об исполнении Духом Святым, и так вот, пару слов о крещении Духом Святым, написано, что все вы одним Духом крестились в одно тело. Это говорит о том, что в жизни верующего человека это одномоментное событие, которое о котором говорится как о прошедшем времени. То есть, если вы уверовали, если Господь уже поселился Духом Святым, вы крещены Духом Святым. Итак, первое посещение человека Духом Святым, а это происходит в момент обращения, это и есть наполнение его Святым Духом. Это есть и крещение Духом Святым. Дальше жизнь, которая должна сопровождаться исполнением Духа Святого. Человек крещеный Духом Святым, рожденный от Духа Святого, вводимый Духом Святым, он постоянно должен исполняться Духом Святым. О чем написано в 155-18 вы исполняетесь Духом Святым. В контексте не упиваете Святым, но исполняетесь Духом. Речь идет о том, что радость, настоящая радость христианина, она не в каких-то мирских утехах, как вино и прочие наслаждения земные, но в исполнении Духом Святым. Это выше всего. Это жизнь наша, это источник нашей радости. Это все то, что доступно каждому верующему человеку. Пусть Господу будет слава за эти размышления, за это собрание, за то, что Господь с нами и ведет нас к вечности. Слава Ему. Аминь. Помоги.